Песня на стихи Роберта Рождественского просьба Музыкальный педагог Елена Кузнецова. Стаж работы с детьми 23 года, а вот в православной школе работает второй год с момента открытия Лествицы. Преподает уроки музыки и церковно-славянский язык. Признается, в школу пришла не случайно. Зов Корней. Ее прадед был диаконом. Репрессировали, но веру не предал. Написал мемуар о своей жизни, пел в церковном хоре. Если будет чистое сердце, то этим сердцем он может Бога узрить, увидеть Бога. Пятый класс. 16 учеников. Интегрированный урок церковно-славянского языка и церковного песнопения. Школьники бегло читают сложные слова. В этот раз разбирают заповеди блаженства. Самое главное, считает Елена, в духовно-нравственном воспитании детей начать с себя. Елена – катехизатор-миссионер. Прошла библейско-богословные курсы. Педагогу, учителю нужно разобраться в себе. И поднять свой нравственный уровень, духовный уровень. Очень помогают в этом Евангелие. Дети больше думают в нашей школе. Они задумываются. И потом у педагогов есть инструменты, с помощью которых мы можем действовать на детей именно в духовном направлении, в нравственном направлении. Дети здесь обучают 20 педагогов. За много лет работы православных классов в Одинцовском округе накопился огромный методический образовательный опыт. В 2018 году решили сконцентрировать его в православной школе. Так появилась лествица, которая распахнула свои двери 1 сентября 2018 года. Школа расположилась в здании социально-православного центра на территории храма Гребневской иконы Божьей Матери. Задача учителя в данном случае не сформировать какой-то абстрактный набор навыков, умений. Необходимо воспитать дух, душу, сознание. Ну, конечно, мы проводим мероприятия духовно-нравственного содержания, целью которых является пробуждение вот этой жизненной творческой силы. Нам помогает в этом очень православная педагогика, поскольку школа православная. Мы стараемся, знаете, отойти от каких-то штампов и пытаемся найти какие-то формы, которые были прежде всего интересны своим детям. Для кого-то в каких-то школах интересны просто живое общение, когда садятся все вместе и могут задать священнику какие-либо вопросы. А для кого-то интересно более это в форме лекции проходит. А еще ребята изучают основу православной веры и духовно-нравственной культуры народов России и духовное краеведение Подмосковья. Стоит понимать, что православие в этой школе – основа воспитательной работы, а не только учебный предмет. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...